Снимаются маски и голограммы. Антон, предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия, вышла на ней пружина на голове какая-то. Пружина? До середины тела, да. Вот как. Хорошо, пружина. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ингу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Инги поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она готова. Хорошо, я даю команду скенеру. Скенер, просканируй эту пружину. Отключи полностью все чипы, датчики, импланты и выведи ее вместе с сопутствующими энергиями в клетку-тюрьму. Приступай. А эта пружина, она может как гармошка разъезжаться больше-меньше. Такой принцип работы пружины. Вышла она в клетку, но от нее и остались какие-то энергии в теле. Хорошо, включаем внутренний белосвет Инги и выдавили все сопутствующие энергии от этой пружины. Все выходит до последнего микрона, а отправляется в клетку-тюрьму. Формируется в шар и идет в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, я даю команду скенеру. На счетри скенера сканирует пространство над головой Инги. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Инги находит все. От пружины выстраиваю канал и притягиваю ответ снова. Стоит в клетке-тюрьме. Гомоноид. Дальше спрут. Сукоб. Джин. И бес. Считай герцовку беса над головой. Восьмерка. Восемь. Восемь вижу, да. Джин. Цифры? 1999. Суку. Понятно. Спрут. Откуда гуманоид? Сириуса. Хорошо. Гуманоид Сириуса. Цель твоей подключки? Сканирую его. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид. Представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивая каналы от гуманоида. Притягивая всех ответственных. С ним связан. На счет 3. 1. 2. 3. Он упал как бумажный. Понятно. Голограмма. Это рептилоид и два Грея. Отлично. Хорошо. С пульта уходит соседнюю клетку рептилоид с двумя Греями. Ну вы и попали. Я вам скажу. Ну вы и попали сегодня. Грей получает удары по 50 тысяч герц каждый. На счет 3. 1. 2. 3. Пошли удары. Гуманоид получает удар 100 тысяч герц. Удар. В процессе работы я подниму до миллиона. Из него что-то зеленое вышло из рептилоида. Бывает. Когда заходишь туда, куда не надо рептилоид. Бывает такое. Греи. Вы готовы уничтожаться? Нет, они не готовы уничтожаться. Хорошо. Тогда будем смотреть дальше. Начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы. Те, кто на эти вопросы отвечать не будет, будут сброшены в галактическое ядро. Те, кто будет мешать работать, уйдут в галактическое ядро. Те, кто будет меня обманывать, уйдут в галактическое ядро. Я даю команду тонкой копии. Инги с проекцира все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. выстраивать дополнительный канал к пружине гуманоида и даю команду тонкой копии произнести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии от всех негативных программ, негативных мастерформ. Пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к инге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Посмотри, что в пружину идет. Туда идет, в общем, она как натирала тонкие тела на физическом теле. Это отражалось частоткой и отторжением. Хорошо, мы сегодня посмотрим, как эта пружина уместится на Греях и на рептилоиде. Мы на каждом ее проверим, перепрограммируем на отток энергии. Считай, пожалуйста, информацию, сколько эта пружина воровала энергии у инге. 25%. 25%. Отлично. Хорошо. Ждем окончания реверса. Вопрос ко всем, кто имеет контракт с ингой. Если есть таковой, загорается маячок. Проверь джина еще раз. Снимаются маски и голограммы. Джин предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Нет, это он на контракт проверил. Ставлю маячок над джином. Если есть контракт, загорается маячок. Нет, нет. Хорошо. Закончился реверс. Ни у кого нет контракта. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса инга забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не взяли до последней капли. Возвращает инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Бес, сколько ты находился в этом биополе? Бес, и некомфортно после того, как ты... Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Мой вопрос. 4 года. 4 года. Хорошо. В квартире присутствуешь? Да. Кто еще присутствует в квартире? Обращаюсь ко всем. Джин. Джин. Рептилоид. Грей. Хорошо. Кроме спрута и суккуба все, да? Да. Все понятно. Хорошо. Мы сегодня чистим и квартиру. Сегодня все будет уничтожено. Сколько Джин находился в этом биополе? Сейчас, секунду. От этой пружины ДНК возвращается. О, ну все. Вы попали, Грей. Вот это вы попали. Если сейчас я еще узнаю, что вы украли ДНК, и оно здесь не присутствует, очень печальная развязка будет этой истории. Ждем окончания реверса. Закончился. Отлично. Хорошо, скейнер, я прошу тебя. Просканируй, пожалуйста, Ингу на полноту души. Девяносто семь. Девяносто семь процентов. Три процента отсутствует. Выстраиваю канал, Инга. Вы готовы забрать свои частички души? Она готова, но кроме частички души у нее биоматериала не хватает. И биоматериал. Хорошо. Даю команду. На счет три. На счет три пошли назад. Да будет так, а так и есть. Я вижу ее, это копия ее. У рептов находится с греймом? Там? В том мире? Да. Но она не у рептов, она как притон какой-то. Я бы сказала. Хорошо. Забираем все назад. Значит, три, один, два, три. Сто процентов пошло назад. Сейчас она рассыпется, эта копия. Готово. Хорошо. Что с той копией стало? Горстка. Отлично. Хорошо. Вот эта горстка, Грей, ожидает и вас сегодня с рептилоидом. Грей, понятно? Понятно, да. Не уверен пока еще. Не уверен. Хорошо. Они не хотят с тобой спорить. Или что-то говорить вообще. Если вы не будете со мной говорить, я вас уничтожу. Вам это понятно? Понятно. Хорошо, Грей. Грей, вы сегодня перешли все черты. Сегодня будет с вами очень серьезный разговор. Идем дальше. Итак, Верочка, мы забрали реверсом все, да? Да. Без. Скажи мне, есть лярвы в биополе, Инге? Да, есть. Где? Тело он показывает. В области талии где-то у него по бокам они висят. Понятно. Хорошо. Выходи. Сначала отключайся полностью. Ты хочешь эти лярвы получить? Да, он хочет. Вот эта боль от пружины и неудобства, она создала вот эти лярвы. Хорошо. Сначала снимай все, что ты установил. И доложи мне, как снимешь, что ты все снял прямо на месте. Высокие гольфы снимает. Раздражала? Утяжеляла? Что делала? Холодно ей было. Вот. Значит, это твоя была работа. Хорошо. Снял. Разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай, приступай и возвращайся в клетку. В общем, эти лярвы, они как такими каплями у нее связают в разных местах по телу. Ну, она должна там была чувствовать боль по-любому. Она ее везде чувствовала от этой пружины. Неудобства у нее, дискомфорт в разных местах. Хорошо. Он собрался. Возвращайся назад. Сколько находился Джин в этом биополе? Год. Сколько ты в квартире находился? Год и три месяца. С какой вещью ты пришел? Кухню он показывает. Ты с кухни пришел? Такого я не видел еще ни разу. Нет, он показывает кухню. Эта вещь на кухне где-то стоит на полках. Там много всего стоит. Там много стоит всего. Понятно. Хорошо. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, которая находится в ее биополе. Отключайся полностью и доложи мне, что ты все убрал. Приступай. Под ногами это пыль. Руки, шея вокруг. Забрал. Сукуб. Сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Ты установил на ней накидку, которую делаю невидимым для мужского пола? Это не накидка. А что это? Рубашка. Очень большая разница, Сукуб, между рубашкой и накидкой. Хорошо. Что испытывали люди, мужчины, когда они видели ее? Они не видели ее. А если они ее видели и с ней разговаривали, что они испытывали при этом? Пустоту. Вот. Хорошо, Инга, вот вам ответы на второй вопрос. Хорошо, Сукуб, выходи и отключайся полностью. Снимай все свои ленточки, ошейники. Все подключки отключай и возвращайся назад. Это как жилетка, на ней одет, на пуговице застегнутая она впереди. Принцип один и тот же, Вера. Без рукавов. Он ее снимает, расстегивает, пуговицы снимает. Готово. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? Семь лет. Семь лет. В квартире тебя нет, да? Нет. Хорошо, выходи, отключайся полностью. Отключайся, все свои подключки снимай, присоски, все, что ты оставил. И возвращайся назад. Он делает. Он упирается шею в плечи ей и вытягивает ей голову. А зачем ты это делаешь, спрут? Собирает энергию, он со всех чакр так вытягивает. Считаем форматы. Сколько забирал процентов спрут? Разному. Максимальное количество? От 12 до 20. 20 процентов. Хорошо. Грей забирали. С рептилоидом 25, это уже 45 процентов. Суккуб, сколько процентов ты забирал энергии? 10. Хорошо. Джин, сколько ты забирал? Там вообще хаотично все было, потому что он в доме находится. Он вкладывал еще там энергию. Еще и в доме вкладывал. Максимальное количество, сколько его забирал, Джин? 13. 13 процентов. И сколько забирал он у нас без? 7 процентов, но это не суммируется так. Потому что по чакрам. Я понимаю, они с разных чакр пообрали. Конечно, да, хорошо. Суккуб, спрут все снял. Чтобы получить просто представление о вреде каждого. На настоящий момент рептилоид с греями всех перепрыгнули. Суккуб забрал все. В смысле, спрут забрал все, да? Да. Даю команду скенеру. Скенер сканирует сейчас ингу на наличие подключек от рептилоидов и греев. Осталось ли что-то незамеченным? 1, 2, 3. Если находят мелкие частицы, уничтожает их на месте. Если находят крупные частицы, выводят их из биоробота. Они формируются в шар перед ингой. Чисто. Включаем внутренний белый свет инге. И инга выдалит из себя все негативные патогены низкой операционной энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. Пошел процесс. У нее, знаешь, выходят внутренние ощущения. И как яд в столе, который шел в разрез с этой стружиной. От кого идет яд? Над ответственным загорается маячок. От пружины было несоответствие. И из нее сейчас в шар вот этот вот... Все выдавливаем до 100%. Понял, хорошо. Готово. Отлично. Открывая под шаром портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю и растворяю. Даю команду на рассинхронизацию инги с этой пружиной. У меня, знаешь, как фантом пружины еще на ней. Выходит, фантом пружины тоже. Готово. Отлично. Открывая портал в галактическое ядро, все это уходит на переработку. Закрываю, печатаю. Растворяю этот фантом. Все остальное рассинхронизировалось. Да, Вера? Да. Хорошо. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Бес. Ты в квартире находишься один или там есть черт? Черт. Это он мучил кошек? Он не знает. Перед тем, как я тебя в квартиру отпущу, для того, чтобы ты собирал это все, что ты там оставил, я тебя спрашиваю. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Меня интересует информация по этим частотам, которые я сейчас буду перечислять. Меня интересует, из чего все вытекает. Сейчас я буду это все зачитывать, потом ты мне скажешь эти частоты. И выходит эмоциональный фантом Инги, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. Это низкая вибрационная, ей же сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Да, вышел фантом агрессия. Агрессия. Хорошо. Инга, обращаем ваше внимание на эту частоту. Хорошо. Вы готовы, Инга, расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачивай энергии в шар, бес забираешь. Да. Отправляй бесу. Готова. Хорошо, бес и джин, я сейчас открываю портал в квартиру. Вы пойдете в квартиру, соберете все за это время, что вы там оставили, дожидаетесь меня. После этого я проверю, я отправлю вас на вашу частоту, бесу, соберу еще энергию негативную в квартире. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Инги, один, два, три, и джин с бесом уходят в этот портал, дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Суккуб готов уходить? Готова. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба, один, два, три. Суккуб уходит на свою частоту, закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Спрут готов уходить? Готова, да. Никогда больше не приближайся к этому человеку. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута, один, два, три. Спрут забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готова. Хорошо. Силой моего намерения устанавливаю эту пружину на рептилоида, один, два, три. Перепрограммирую ее на ток энергии 25%. И включаю на полную мощность. Пошел процесс. Вот сейчас ощути рептилоид, что ты доставлял человеку. Она вибрирует на нем, а он тебе говорит, что он ранен. Хорошо. Отключаю пружину. Переношу ее на двух Греев, два Греев, одеваю на них эту пружину, включая на полную мощность. Отток 25%. Не могут генерировать энергию со своей тарелки. Они управляют? Не в тарелке сидят. Силой моего намерения тарелка переходит в соседнюю клетку. Греев, вы что, меня за идиота считаете или что? Нет, они спасают свою жизнь. Вы не спасете ее. Они теряют энергию и просят выключить. Хорошо. 25%, как я и сказал, так и идет. 25% уходит. Тогда пружина отключается автоматически. Готово. Снимая пружину, переходит в соседнюю клетку. Хорошо. Так, для того, чтобы убрать все, что установили Греи с рептилоидом в квартире, они нам не нужны. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Ли, посмотри, пожалуйста. У меня здесь пружина, рептилоид, два Грея. Сильное воздействие было на человека. Мы все забрали, все, что можно забрать. И сейчас я спрашиваю, заберешь ли ты этих троих. Заберу. Хорошо. Для них будет лучше. Будем выяснять, что за эксперимент. И на кого еще такая пружина установленная? И на кого еще такая пружина установленная? Потому что я больше чем уверен, это не один эксперимент такого плана. Забрали. Благодарю Ли. Под пружина ушла тоже или нет? Нет, пружина стоит. Открывая по ней портал в галактическое ядро, пружина уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. В клетке ничего не осталось? Есть пульт, а есть тарелка. Под пультом и под тарелкой открывая воронку в галактическое ядро, и тарелка Грея выходит на переработку. Пульт Грея выходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. готова хорошо у нас было 97 процентов души сканер просканируй пожалуйста сколько процентов души сейчас у инге 102 102 отлично мы все правильно сделали поехали дальше хорошо инга мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете после чистки великолепно чувствую знаю что в моей душе нужно хорошо сейчас у нас остались 10 вопросов вашему куратору и после этой встречи мы перейдем к чистке дома